Конечно, тогда ещё не был построен Кулизеум, но цирк, где происходили гладиаторские игры – это было важнейшее сооружение в Риме, потому что именно там проходили одни из основных политических мероприятий по уговариванию плебеев голосовать за того-то, или наоборот – порадоваться за триумф вот этого-то. Кстати, когда цирк праздновал триумф, он же длился 4 дня, пятый день был выходной, чтобы все могли похмелиться. Преки в себя. Да, ой! Ну 4 дня квасят – тяжело. Не каждый справился. Не каждый, да. Так вот, это же было торжественное место совершенно, которое могли специально, например, построить где-нибудь на Марсовом поле, где совершалось – это же не просто гладиаторские бои, это же фактически священное действие – весь смысл был в том, что туда периодически нужно было загореть много народу, там какие-то животных выпускать и прочее-прочее. Я вот правильно понимаю, что это было политически воспитательное мероприятие, что вот мы тут врагов каких-то победили, а вот и они. Это было многофункциональное мероприятие, в том числе и политически воспитательное. Вот наши враги, сейчас мы их тут будем резать, обратите внимание. Они будут друг друга резать, а мы будем радостно смеяться. Что ещё смешнее. А помимо этого, как я уже говорил, это религиозная функция, помимо этого – это агитационная важнейшая функция. Сколько ты бабок потратил для того, чтобы люди развлеклись? А вот много, молодец, мы за тебя, наверное, будем голосовать. Это просто банальное развлечение. Ну это, конечно, не так круто, как день города в Москве, но похоже. Ну конечно, да. Да и даже 30-летие Петербурга было получше. Я тогда дежурил в музее Эрмитажа сутки во время этого примечательного действа. С вилами у окна стоял. Не, я прятался в обозе, это отдел, в котором у нас таки лажненькие грузчики, я запер к чёртовой матери свой отдел и ушёл к грузчикам, и там тусил у них, там было весело. Что мне там одному делать-то было, вообще кошмар. Так когда я утром пошёл домой, я открыл дверь, вот дверь открылась не сразу, потому что там по щиколотку было всё засыпано пивными бутылками, битым стеклом этими смятыми жестянками от пива Жена, пипец просто какой-то был. Вот я понимаю. Наверное, в Риме так же было, я уверен. Ты знаешь, я первый раз такое в городе Амстердам увидел. Меня туда привезли, я пошёл, а там только что праздник какой-то закончился, я такой вот настолько чудовищный срач, в следующий раз я увидел лет через десять на празднике Алые паруса и понял, что наконец-то цивилизация пришла к нам. Закатилась до нас, захлестул нас волной цивилизации.